Кэндл, алло, выходи, давай совместный прямой эфир замутим. Кэндл, алло, где Дженнель? Помахайтесь, кнопка опа, помахал людям. Привет, 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 здравствуйте, добрый, добрый вечер, салют, алоха, привет. В какой-то веке, ровно в 20.00 в эфире. Привет, 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 привет. Можно приподнять стул, вау, привет, привет, салют. Здорово, здравствуйте, привет, привет, hello. Сережа, спеешь нам сегодня, не знаю, посмотрим. Обычно я вообще не пою, ахера. Известка. What's up, диджей Вага, салют. What's up, guys, говорит диджей Вага. Тебе тоже вау, запад, пацанов, но походу нет, не уважают, наверное. Вага, привет. Добрый вечер, спасибо, салют, я пойму, насколько я жива внутри. Это здорово. Что происходит? Прямой эфир происходит. Я в какой-то веке выбрался в прямой эфир. Асаламу алейкум, дом. Говорит, ну, чувак. Ильяс. Алейкум асалам. Дом. Будет ли совместка с крафцем? Пока не обсуждали такого. Мы только, как это, наконец, нормально познакомились. Пересекались, честно, на мероприятиях, но недавно так познакомились. Мы делаем новое шоу на ютубе, хотим тебя пригласить. Что за шоу? Что нужно делать? Живе. Как правильно? Живе Беларусь или Живе Беларусь? Живе. 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 Беларусь, как ты, салют. Беларусь, салют. Добрый вечер, вечер добрых. Белка, привет. Большое спасибо за кроссовки, пожалуйста. Дима, ты зазмолились, спрашиваешь, как дела на студии 880? Спокойно, спокойно. Пацаны рубятся в клойку. Дима. Кажите, что все в порядке. Дэрик говорит, что все в порядке. Вот, мажете рукой, пацаны. Не, не могу. Поздравляю с выходом треком, когда следующий. Следующий скоро. Если хотите, могу сказать даже дату. Сейчас скажу. Число у меня есть тут. Следующий. 2-го числа. 2-го октября следующий трек. Малышке нравится хип-хоп. Напой пару слов. Малышке нравится хип-хоп. Нормально, пойдет их. Ждет в Тамбове, в Тамбов. Дождемся однажды. С кем из песен продолжаешь общаться? С Максом периодически, с Назимой периодически. В основном так, да. Сереж, правда, что концерты по осени отменяются и переносятся на следующий год? Хреновая новость, но да. Я еще не делал пост в Инсте, в чате, в Телеграме. Я об этом уже сообщил. Но совершенно непонятная ситуация с коронавирусом. И количество заболевших растет. В Креснодаре уже закрывается школа во многих городах. Все еще не разрешены концерты. И как бы нам надо уже и в рекламу активно выходить, вкладывать деньги и все остальное. И есть шанс, что все опять закроется, опять перенесется, опять мы попадем на штрафы, попадем на бабки. И да, это хреновая новость. Но мы решили все концерты тура снова перенести. Это будет февраль-март. Сегодня я выложу даты. Но московский концерт 24 октября. Джипси. Пока что все должно быть. Вроде все ровно. Если Собянин Москву не закроет на карантин, будет концерт. Вот. Хреновая новость. Сами все расстроились, но делать нечего. Смотрим на других артистов, тоже переносят туры. Переносят концерты в регионах, тем более. Да, печально. Очень. А, еще важный момент, что мы решили сделать так, чтобы... Если у вас есть билеты на концерты в других городах тура, и вы вдруг хотите, можете приехать на московский концерт, ваши билеты будут действительно... То есть на входе вы показываете свой билет в другом городе на концерт тура, и... You're welcome. Ужасная новость, согласен. Хреново. Но, как мы видим, все лето цифры держались там что-то 4 900, да, каждый день заболевших было там, или что-то такое. А сейчас опять, ну, вот так вот, выборы прошли, губернатор, да. И сразу, ой, чуть заболевших стало все больше и больше. Амулет, что не носишь, бро? Или где-то рядом лежит? Братишка, он у меня всегда лежит в моем рюкзаке, с которым я езжу. Серьезно, кстати. В одном из двух. Второй раз отменяют концерт сильный удар по бюджету. Это сильный удар по ожиданиям, наверное, людей в первую очередь. И был бы более сильный удар, если бы мы сейчас полностью вышли в рекламу, вложились в промо, там, оплатили все площадки снова, там, все эти штрафы, там, и все остальное. И перенеслось бы все еще раз. Ну, в смысле, карантин бы ввели еще раз. Вот тогда бы это был действительно сильный удар. А сейчас, ну, блин, выживем. Когда Ford Escort с Сашей? На альбоме выйдет? На альбоме этот трек, да. Я с Санечком договорился. Будет. Так, переносится концерты, подскажи, пожалуйста, наверное, пропустила. Да, концерты переносятся. Очень жаль. Московский концерт остается 24-го числа, клуб Джипси. Вот. Может, уже и точная дата альбома известна? Я не хочу называть точную дату альбома, пока не отгружу его, и не будет все на 100%. Типа, вот оно все уже, дата выставлена там на площадках и так далее. Но, по идее, завтра я его должен отгружать. С Кравцем пока ничего не делали. Расскажи про новый трек «Кроссовки». Рассказываю. Это было где-то под Новый год или сразу после Нового года. Точно не помню. Я тогда прилетел в Краснодар. И был как раз этот период долгий, когда у него вообще ничего не писалось. Два месяца. Вот. И посреди ночи мне топор сбрасывает демку, говорит, давай сделаем трек. Вот. Там был набросок на припев, его куплет и другой совершенно бит. И я такой, дэнь, проснулся сразу. Там был первый час ночи, лет около того. Спустился, сходу написал куплет свой. Записал. И это после долгого перерыва был первый куплет, который я написал. О чем мой куплет? Как раз там буквально за пару дней до этого я узнал, что мой знакомый чувак чуть не умер от передозировки. Вот. Откачали его, слава богу. И, собственно, наверное, мой куплет такое некое обращение. То есть, хотелось в этом куплете не раздавать рэпа там особо, ничего такого, а чтобы это звучало как монолог, как разговор с другом. То есть, такое обращение к тем, кто так глупо рискует своей жизнью. Вот. И сегодня тебе повезло, и у тебя еще может быть крутое будущее. Все в твоих руках. А если ты уйдешь сегодня, то что останется после тебя, кроме пары кроссовок? Такой вот посыл. Вот. Потом мы переделали ему зло, полностью сделали совершенно другое звучание для пара. Это было, мне кажется, сюрпризом чуть-чуть. Потому что там был такой более классический хип-хоп бит. Мы сделали совсем другое настроение у трека, и получился такой рейв. Вот. На такую грустную тему. Очень круто, что он понравился. Я смотрю, читаю ваши комментарии все. Очень круто. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Еще отдельная благодарочка всем тем, кто поддерживает трек, выставляет у себя в историях. Я вижу все. Спасибо. Не удается всем ответить, потому что... Письмо какое-то пришло. Ого. Вот. Не удается всем ответить, потому что много. Но я вижу благодарочка всем, кто поддерживает трек. Да, берегите себя, очень нужные слова, особенно во время пандемии. Очень много людей вокруг болеют. То есть, если раньше... У меня там в принципе не было знакомых, кто болел, и не было знакомых, знакомых, кто болел. Потом постепенно, постепенно эта штука подбирается. И прям и близкие друзья уже там плюс-минус переболели. И родственники друзей, друзья друзей. Прям страшная штука уже рядом. Онлайн-концерт разочек. Очень скучаем. Я думаю, что мы в качестве компенсации для тех людей, которые ждут концертов в своих городах, мы сделаем онлайн-концерт. Либо ближе к московскому, либо после московского. С презентацией альбома. Есть отучил у людей, по-твоему, очень... Есть отучил у людей, я не понял, что ты спрашиваешь. Привет из Новосибирска. Салют Новосиб. Спасибо за честность, как в жизни, так и в треках. Пожалуйста. Мне кажется, за честность не нужно благодарить. Естественно, какая-то штука. С Ливаном будет трек? Трек с Ливаном выйдет на альбоме. Крутой трек. Мне очень нравится, как он звучит. Крутой Лёва. Залетел. Вписался и кайфово получилось. Трек, кстати, с Ливаном, он... Его демо-версия. Я сейчас скажу, когда она была уже готова. Секундочку. Вот в декабре 2017 года я этот трек показывал Ёлке демку. И вот он ждал целых три года своего момента, пока мы его доделаем, допилим и выйдет сейчас. То есть 2 октября не с Ливаном будет? Нет, 2 октября не с Ливаном будет. Крылья будут в альбоме? Да, крылья будут в альбоме. Чувствуешь себя как истребитель на взлетный или уже летишь? Все относительно. Всегда можно лететь выше. Слушал недавний альбом Драгни? Думаю, да, слушал. Вы же, пожалуйста, информацию в Инстаграме я переносю, потому что в Твиттере меня почти нет. Я в Твиттере не объявлял об этом, я это объявлял в чате. Кто не в курсе, у меня есть Телеграм-канал. Где он? Где он? Вот здесь, Телеграм-канал. И там есть чат, в котором я общаюсь с людьми, которые на этот канал подписаны. И вот туда, да, я особенно скинул инфу по переносу туров, с новыми датами будет скоро пост. Вот. Такие дела. Сколько у Твиттера? У меня один телефон, я с айпэда в эфире сижу. Когда и где ближайший концерт? Будет мероприятие в Железноводске. Кажется, 1 или 2 октября. Точно не помню, надо посмотреть. И 24 октября Москва, Клуб Джипси. Это будет концерт с живым бэндом. Мы вот буквально со дня на день начинаем репетиции. Это будет презентация нового альбома. Живой звук. Ну и старые треки будут. Бабич будет. Все дела. Будем качать. Сколько у тебя черных футболок? Много. У меня много одинаковых черных футболок. Поэтому кажется, что я хожу в одном и том же. Но мне просто нравятся обычные бланковые футболки H&M. Совсем перестал заходить в ВК-беседы. Телега не у всех есть. Я в принципе в ВК именно, как это называется, в сообщениях практически перестал заходить, потому что все переехали в Телеграм, все с ними друзья и так далее. И ВК теперь я использую, как иногда послушать музло там и публиковать треки и все такое. Для работы больше, чем для личного общения. Я заглянул. Заглянул в чат ВК обязательно. Но вы вообще установите Телеграм. Крутая тема. Сережа, расскажи. Your nightmare sweetie. Hello, your nightmare sweetie. Я это все никак не могу выговорить. Гизман, салют. Сережа, расскажи, как тебе поход в горы? Какие впечатления? Ох. Слушайте, первое, что я понял о походе в горы, это то, что в походе надо идти. Понимаете? Ну, типа, в смысле, ну прям, ну прям серьезно. Ну, то есть, мне говорили пацаны, Саша Анжел, он там все наизусть знает, он же из Сочи. Вот, он говорит такой, ну сначала да, мы там часик идем в гору, потом разбиваем лагерь. И такие, типа, там чилим, гуляем уже. Когда мне говорят, а, гуляем на лайтах, это дословная цитата. Гуляем на лайтах, говорит Саша Анжела. Вот. И мы приезжаем туда, нас доводят сначала на джипах, туда уже в гору, там начинается тропа. По тропе минут сорок с рюкзаками, со всей этой херней мы еще еды набрали, просто немерено. Вот. Мы со всем этим идем наверх. Минут сорок, наверное, точка, точно в гору уже под конец. Вот. Ну, типа-то. Нашли офигенную нычку. Просто это не то место, где... Там вообще, как выяснилось, на следующий день нельзя было разбивать лагерь. Вот. Но очень крутая нычка, большая поляна с озером, вокруг огорожена лесом. И такими холмик слева, типа, тропинки прямой туда нет, надо было через Кушери перебираться и так далее. Там разбили лагерь и потом, ну все, давайте теперь погуляем, говорит Саша Анжела. И пошли гулять полтора часа просто в гору, просто чтобы воды набрать, понимаете? Это жесть. Тоже. Без рюкзаков, слава богу, но... Типа напряжно. Но круто. Супер, супер красиво. Эмоций хоть отбавляй. Вот. Спать в лесу тоже две ночи еще. Медведи нас напугали все. То есть я сторис пилил. Ну, не просто так, но я отмечал, писал про медведей. Что? Маликова. О, Господи. Маликова сейчас отвечу. Так вот, мы когда шли туда в гору, мы встретили знакомых, которые чуть дальше нас в лагерь разбили. И они спускались. И они говорят, типа, мы пока уходили от палаток, там куда-то они ходили. Пришел медведь, разорвал к херам их палатки, забрал всю еду, которая у них была. А одежда там все разбросано, полная жесть, и чуваки снялись и ушли. И поэтому, ну, типа там реально сейчас водятся медведи. У них такой прикол, они в конец обленились, они просто отжимают от туристов хавку. Ну, то есть они выжидают, пока люди куда-то уходят, надеюсь, вроде как не бросаются на людей. И просто палатки разрывают и забирают еду, поэтому мы там все прятали. Такие дела. Гитару брали с собой? Да нет, ты что, с ума сошла? Тащить с собой еще гитару? Я, как бы, охренел. Вот. Маликова, нифига себе. Прикиньте, этот, как его? Месси, понял? Ну. К Маликовой подходит, говорит, типа, попросил денег на бухло. Ну, пока причем. Да, и говорит, типа, знаешь, ты лсиен? Ну, да. Типа, знаешь, песню малышке нравится, хип-хоп? Она такая, ну, да. Говорит, типа, я написал. Ого, неплохо. О, Бабич, привет. Наконец-то с Бабичем. Пацаны, хотите посмотреть на Бабича? Серьезно? Ну, вот, смотри. Вот, диджей Бабич. О, привет, прикинь. О, Бабич, привет, бро. Это Жека, помнишь, как он был? Помнишь его? Я твой друг и стечел, бро. Сколько тебе лет? Мне 33 года. Сереж, пожалуйста, в Геленджи дай концерт. Пока нет. Сорян. Вот. Трек с Локи планируете еще? Не обсуждали. Ну, то есть, тогда поднялась эта тема, что можно сделать что-то совместное, но пока не было. Как канал в Телеграме, так и называется PLC, совершенно верно. Женя, Ла-Ни-Нев пишет. Женя, привет. Кто? Ла-Ни-Нев. Привет. Дадут уже привет. Где Бабича потеряли? Мы Бабича. То есть, Бабич сам потерялся, понимаете? Он снял хату новую, переехал туда. И с тех пор я его видел один раз. Серьезно, вы видели Бабича эти дни? Я один раз видел, да. Он ничего не снимал. Он свою хату. Ну, в смысле, переехал в другую хату. И вообще ничего делать, да. Ну, типа, да. Бабич завтра играет, могу ссылку скинуть. Братик, новые шмотки будут у меня в смысле? Это вопрос главный, фан-аккаунт есть, который вы выкладывают эту шмотку. Ну, в чем я одет? Пропустила все. Ты чекнул, так, не интересно. Думаю, быстро говори. Нет, еще не добрался до этой книги. Он бороду сбрил, Бабич? А с чего ему бороду сбривать? А с банкицем или с Гвинбергом совместку? Нет, тоже нет. Здорово в Украине будешь? С кайфом был бы в Украине, но у меня закрыт въезд из-за того, что выступал в Крыму. Передай привет, Ампелсин Майхарт. Привет, Ампелсин Майхарт. Куришь сигареты? Если да, то какие? То бросаю, то курю парлик сильвер. Решили выпускать кроссовки через жару. Не ворно? Да, через жару. Мы с Бахти списались. Юриспект от Бахти. Мы договорились. Отлично, все круто. И альбом тоже будет выходить на жаре. Вот. Про мерч. По мерчу что-то будет, но пока не могу конкретно понять, что это все к туру, наверное, ближе. Но может быть зимой что-то запустим. В Ярославле будет концерт? Все концерты тура, кроме московского, перенесены на февраль-март 2021 года. Я в начале эфира об этом говорил. Повторюсь еще раз. Мне очень жаль. Но ничего не можем поделать, потому что совершенно неопределенность какая-то с этой пандемией. Что там будет работать, что не будет и так далее. Почему перестал рекламить ребят из песни? Что ты имеешь в виду? Ты опять посещал какие-то лекции? Какие лекции? Жара топ. Все делают как надо. Да, жара молодцы. Я помню, мы с Бахти, это еще до песен было. У них небольшая студия, офис была. И они как раз только собирались это все в большом формате строить. Прямо перед песнями я заезжал к нему. Круто. Очень круто. Мы давно с Бахти знакомы. Он даже в баттлах у нас принимал участие. У нас даже какая-то демка совместная лежит. Там уже лет пять. Она уже потерялась, естественно. Очень круто, знаете, отдать это все людям. Человеку, которому ты доверяешь. Я Бахти, по крайней мере, доверяю. Я билет выиграл в розыгрыш, он же будет действовать. Тебе прислали этот билет? Он есть у тебя, да? Если да, то, конечно, если не прислали, то расскажи, что как, где розыгрыш был, кто разыгрывал. Хотел бы увидеться с ребятами с песен? Да, скучаю по ребятам, с кайфом бы увиделся. Но я в Краснодаре, я не в Москве, я на суши. Нет, я на море, а не на суши. Мы не встретимся никак. Что делать, если я хочу стать звездой, но мама не разрешает? Дэн, что ты говоришь? Передай привет, крути, хоть зестрее, что? Новые инструменты какие-нибудь учишь, да мне бы старый выучить, барабаны там или еще что-то. У меня был целый один урок у Костя, я думаю, мы продолжим. Но мы изучали. Как это херня называется? Калако? Канакол? Канакол, вот он разложил за канакол. Ритмическая вся эта штука. Ждем в Ташкенте. Ташкент, с кайфом, мне у вас понравилось. Мама не разрешает раповать матом. Моя тоже ругается иногда. Такая типа. Привет, когда выйдет новый альбом? Мы сегодня выпустили сингл «Кроссовки». Кто не слышал, обязательно чеките. На всех цифровых площадках. Следом мы выпускаем еще один сингл. Кстати, вы так и не угадали, с кем это будет фит. И после этого альбом. 2 октября будет фит. Ответь, пожалуйста, будут ли кроссовки на альбоме? Да, кроссовки будут на альбоме, потому что они в концепцию идеально вписываются. Что читаешь сейчас? Опять специфическую. Да, я одну книгу просто не дочитал, и вот все никак не дочитаю. Как только дочитаю, так сразу перейду к новым. А то я обычно набираю 2-3 книги, параллельно читаю. С OT 100%. Нет, с Ливаном трек выйдет на альбоме. Сони Рейн не совсем. Трек с Сони Рейн чуть-чуть изменился. И теперь там не Сони Рейн. Но выйдет этот трек, да. Посоветуй, пожалуйста, интересный для тебя фильм. Я начал смотреть сериал Raised by Wolves. Крутой, интересный. Я, конечно, у меня попросили к нему. Типа они там рубятся, и непонятно, почему они не могли просто поговорить. Типа, что это некромант, ну, андроида, что она нормальная. Типа, там не собирается всех убивать. И так далее. А они вместо этого просто убивают друг друга. Нет, не с Сетом, нет, не с Амелевской. Да, с Ёлкой. Проговорился. Ну, там уже, наконец-то, правильно ответы полетели. Я вообще жду трек про модели с золотом. Да, будет. Миллион тайм. Доделали его, вот, совсем недавно. Крутой получился. Как тебе книга Достоевского, которую я тебе подарила в Рязани? Это были братья Карамазовы или нет? Не помню точно. Именно с Ёлкой. С Ях, я думаю, еще сделаем что-нибудь тоже. Однажды. Но пока с Ёлкой. Это будет пушка, это 100% будет пушка. Ну, мне очень нравится этот трек. Классно получилось. Огонь. Лизе просто огромная благодарочка. За то, что вписалась. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Киана Континенталь. Сереж, ждем фильм про поход. Я в сторис весь фильм выложил, вы могли посмотреть. Слегка о грустном, что думаешь по поводу тесака? Я, если честно, совершенно не думаю по поводу тесака ничего. Ну, то есть... Не, нечего сказать. Будет ли Фит с Мироном? Пока нет таких планов, договоренностей. Спасибо, 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 спасибо. Альбом в этом году? Да, альбом в начале октября. Сейчас два сингла. Вот, кроссовки. Потом крылья. И следом... Альбом. Мы так соскучились по прямым эфирам. Я... Да, ну, честно, вот... Че, я только что чуть не соврал людям. Я тоже скучал. Я не люблю выходить в прямой эфир без надобности. Ну, типа, че я вам расскажу? Я сегодня записал песню. И могу вот каждый день. Я сегодня поработал над песней. Сегодня поработал над другой песней. Сегодня мы сходили в поход с ребятами. Ну, блин. Есть план проводить прямые эфиры, когда есть какое-то событие, которое можно обсудить. И это интересно, а не просто какая-то банальщина повседневности и так далее. Поэтому вот так. Как тебе недры? О, яркий чувак очень. Я не очень вникал прям в его творчество. Типа, я альбом прослушал, какие-то синглы слышал. Ну, яркий тип. Мне кажется, он сам по себе прикольный в жизни. Сколько песен будет на альбоме, я сейчас решаю, честно. Я сейчас загляну в плейлист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Сейчас в плейлисте, закрытый плейлист на самом клауде, сейчас в плейлисте 14 песен, но, возможно, какие-то из них выйдут отдельно, потому что они не очень укладываются в общий посыл альбома, скажем так, в концепцию. Вот. Вот. Придумал название альбома? Да, да, придумал. Альбом будет называться «Новый». Я уже дважды написал, по-моему. Привет, 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 привет. Когда в Рязань... Все даты сегодня выложим новых концертов. Какое будет название альбома? Я же говорю, новый альбом. Новый. Новый, потому что там новое для меня звучание. И это хорошо отражает название. Ой, хорошо отражает суть того, что я хотел рассказать, объяснить. Уже есть обложка? Обложку пока не покажу. Стой, столик. 26 на 3 на репите. Респект, старые треки. Я не нашел твой телеграм-канал, жаль. Мой телеграм-канал точно так же, как и здесь. IMPLC. Чекайте, смотрите. И там чатик есть. У меня к тебе важный вопрос. Расскажи, о чем мечтаешь. О мире во всем мире, конечно. Дату альбома объявлю чуть позже. Сохраните эфир. Эфир сохраню. Какого вы года рождения? В 87-го. Почему ты не исполняешь эту историю на концертах? Это старый трек, у меня нет минуса даже. Может быть, вживую переиграем, но нет у меня минуса этого даже. Я не знаю, где это все. Потому что очень давно трек выходил. В телеграме Black Flag это реально ты? Да, это реально мой второй аккаунт. Ну, типа, я не хотел светить личный телеграм-аккаунт, поэтому с другой сим-карты я завел. Вот, смотрите, видите? Эть, 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 где это? Вот так беру. Эть. Да что ты будешь делать? Что, идем? Вот, переключаюсь. Black Flag. Не видно ничего. Ну, в общем, да. Это мой второй аккаунт, я с него сижу. А вы куда? А вы куда? В магазин в Ладо. А вы в Сиге будете врать, нет? Сиге. Классно. А, возьмите мне пол-озеро. Спасибо. Это вся эта сумка. Да, это моя сумка. Почему ты пропускаешь вопросы про на зиму? Какие вопросы про на зиму? Извините, мне казалось, что я уже про на зиму ответил тысячу раз на все вопросы возможные. Какой шанс, что Амчи будет в составе Big Music? Амчи всегда в составе Big Music. Это наш братишка. И независимо от того, работаем мы вместе, не работаем мы вместе, мы все равно друзья и так далее. Зеро на диете. Нет, я просто с сахаром меньше жру. Ну, то есть, это очень давно. Есть какие-то вкусные штуки, которые я не могу не любить. Сгущёнку, например. Вот. Но в целом, типа, я кофе без сахара пью, газировки стараюсь меньше намного пить. Есть вариант пить колу-озеро, пью колу-озеро. Потому что сахар говно какое-то. Я что заметил, типа, когда ты перестаешь есть сладкое, много, это очень давно произошло, тебе потом реально сладкое не нравится. То есть, я не могу торты есть, вот эти все пироги какие-то и так далее. Кусочек съедаешь и сразу уже тошнит. Кофе со сгущёнкой. Кофе пью с молоком без сахара. Либо бамбул, бамбулбе, соком апельсиновым. Мёд, кайф тоже. Когда новых, да сегодня, сегодня мы выпустили трек кроссовки. Я, честно, фаху из инстаграма. Эти долбаные охваты, алгоритмы, это просто жесть какая-то. Ну, то есть, чтобы вы понимали, у поста с промо, трека, кроссовки, у него охват раза в 3-4 меньше, чем у предыдущего поста. Учитывая, что там и актив лучший, и комментарии, и вся херня. Просто инстаграм, видимо, как-то определяет, что это не фотография, не видео, а какая-то промо-штука. И сразу, фаху, инстаграм. Постоянно, когда херню меняют там у себя, и реально это, ну, жесть. Мне пишут люди из серии, блин, чувак, ты вообще там что-нибудь в инстаграм выкладываешь, я регулярно что-то выкладываю. Да, не так часто, как какие-то там блогеры или ребята, которые активно ведут социальную жизнь в соцсетях. Но, типа, я регулярно делаю посты и все такое, а что-то не показывают. Слушал новый альбом Ливана, как тебе в целом? Очень музыкально, очень круто. Мне понравилось. Это музыка, классно, классно, мне нравится. Кроссовки хитяра, за что по красоте? Хитярой трек делаете вы, а не я. То есть, больше прослушиваний, больше стримов. Больше репостов и так далее. И тогда, возможно, трек станет хитом. Украина его никогда, походу, не дождется. Ну, пока не снимусь, меня там эти запреты все. Так, вообще, с кайфом. Любовь Украины. Включать уведомления. Вот тут есть сейчас 339 человек, 338, 339 снова. Включите все уведомления на посты, потому что сейчас будет много публикаций, много всяких анонсов, релизы пойдут и все остальное. Я хочу вас держать в курсе того, чтобы происходить с альбомом. Точнее, ввести вас в курс дела по альбому. Поэтому подписывайтесь. Почему забросил тикток-то? Я его не начинал особо. Мерзкий див в жизни такой же? Да. Соломону не поздравил с ДР. Подождите, подождите. Эть, эть, эть. Вот чувак говорит, или плохой инст, даже напоминание об эфире поставил, а оповещение не пришло. Мне кажется, это, знаете, какая тема? Ну, типа, до того, как у меня появилось много-много подписчиков, охват тогда были лучше. Ну, лучше в том плане, ну, относительно того числа подписчиков, что были. Мне кажется, что инстаграм просто, он так работает, что, типа, у тебя дофига подписчиков, и ты должен нам платить за рекламу, например, заказывать рекламу. И, типа, что рекламу не заказываешь на посты, и тебе искусство понижается охват, может быть. Я не знаю, как это работает. Это все хорошо, а Сакура-то как? Живая еще? Кто не знает эту историю? На день рождения Хасана ночью, мудаки, которые клали плитку на нашей улице, приехали и спилили к чертям нашу Сакуру. И тут был, пацаны устроили прям скандал с утра, я только позже узнал. Поругались там, обматерили всех их. И в итоге заставили привезти новое дерево. Когда закончили класть плитку, привезли новое дерево, купили эти сами. Посадили его, оно вроде прижилось. Надеемся, что следующей весной Сакура снова будет у нас на месте. Так, подождите, надо поздравить его на днем рождения. Я поздравлю, эфир закончен, да. Спасибо, что напомнил. У меня вечная проблема, типа, мне сложно запоминать людей и дни рождения. Я, мне кажется, только годам к 25 запомнил, когда у меня у родителей день рождения. Бедная Сакура, мудаки, чистые мудаки. А не знаешь, куда делся Дэнни Мьюз? Я думаю, учится, диплом получает, наверное. Не знаю. Концерты перенесли на февраль-март 21-го. Совершенно верно. В Украине был в 19-м году, когда мне было 10 лет. И ничего не помню, кроме какого-то большого, белого, красивого, подсвеченного храма. Когда планируешь следующий тур? В феврале, в марте мы перенесли осенний тур на февраль-март. Когда альбом? В начале октября. Поздравь, пожалуйста, с ДР Женю. Женя с ДР. Что, по настроению? С настроением все окей, на удивление. Я сегодня был на мастер-классе у своего друга Валентин Блох. Фотографы могли видеть его фотки у меня в инсте. Как Женя Майер? Понятия не имею. С кем с кем с Женей вообще связи нет. Перекур? Да? Перекур. Что? Перекур. Пойдем на перекур, ребят. На перекур? Почему перенесли тур? Я объяснял, почему перенесли тур. Тур перенесли из-за непонятной ситуации с пандемией коронавируса. В Краснодаре уже начали школы закрывать некоторые. Собянин недавно выпустил рекомендацию, что если есть возможность переводить сотрудников на удаленку, переводить. Количество заболевших в России растет с каждым днем. Во многих городах, в регионах все еще не открыты площадки концерта. И поэтому, чтобы снова не попадать на деньги, как мы сделали это в прошлый раз, честно говорю вам. Потому что надо в рекламу вкладываться, выходить и все остальное. Мы решили, что... Ну, не то положение, чтобы рисковать. Как говорится, бабок нет, денег нет. И рисковать мы не можем. Поэтому мы на 21-й год перенесли тур. Когда альбом, Серега? Скоро. Респект вам, парни. Вас это. Меня одному смущусь, что фит для многих звучит, как муху шлетнуть. Что? Да, клипы планируешь на новые треки? Мне бы очень хотелось снять клипы. У меня есть идеи на клипы и все такое. Но, честно скажу, бабок нет, как я уже говорил. Ну, типа мы с апреля сидим без работы. И тратить сейчас там миллион или около того на клип. Просто нет возможности. Ребят, я положу сейчас iPad, не хочу прерывать эфир. Перекур. Ну, вы типа... Оба восстановились. Броузи. Дай фишку. Что такое, Элит? Передай привет Беларуси. Беларусь, привет. Вы очень крутые. Если вы сделаете... Как это? Отстоите свои права. Слабый секунь. Смешать сюда, страну. Все равно стоп. Что делать? Привет всем у Биг Мюзик. Как дела в Красе? В Красе дела супер. Как у вас? Как у вас? Чем-то испачкался? Очень ждем этот альбом. Респект от земляка. Респект земляку. Пускай без клипа, зато с качественным узлом. Очень верю в тебя. Спасибо большое. Выйти вечером покурить футболки. Я уже забыл, как это. Саша Че. Салют, братишка. Да, у нас все еще тепло. И только Эрик в пальто. Че ты делаешь? Да ты ездил. Бро, ты мне будешь срочно нужен. Что такое, Драгни? Что такое? Гов прямо в эфир. Расскажешь в эфире, че такое. Когда в Питер? Вот с ними что-нибудь кайфовое. Пока нет планов в Питер. Реально нет? Реально нет. Привет из Тюмени. Тюмень, привет. Салам, кайф, кайф, салам. Даже если в танцы подальшься. Нет, в танцы не подальшься. В Пашковской красноармейской. Раскусили, а? Какая у тебя любимая музыкальная группа? Битлз. Оазис. Привет из Якутия, салют Якутия. Фит с Канье. О, да. Ну хотя я сейчас Канье к крыжи поехал, может запишет со мной фит. Надо на этой волне Канье предложить. Канье. Христос воскрес. Он мне такой, воистину воскрес. Давай сделаем песню, давай. Презентация треков будет украсить? Нет. В Краснодаре все еще запрещены массовые мероприятия. То есть мы даже в Краснодаре не можем сделать презентацию альбома нормальную. Абомомарных слушаешь? Нет. К реге вообще равнодушен не моя тема. Так. Опа! Драгни, красивый, молодой. Это я не про тебя, это про Леха. Причем-то я был уверен. Как дела? Замечательно. Есть невероятная идея. А ну-ка. Драгонец, здорово. О, ты пьешь. О, здорово. Эречка, привет. Что делать? Выпиваем, придумаем. Здравствуйте, здравствуйте. Опачки, МС-тренер. А что вы вдвоем пьете? Где твои другие друзья? А уже не пьют с тобой? А меня все бросили, только Леша остался. А ему некуда идти просто. Попался. Сука. Рассказывай. Что за тема? Короче, я снимаю фильм. Ты снимаешь фильм. Да, и у меня на этой неделе. Меньше. Что, премьера на этой неделе? Нет, премьера будет в начале первых числах октября. Вот. И, короче, нужно будет тебе поставить напротив себя камеру в непринужденной обстановке и ответить там на 4-5 вопросов. Искренне. Искренне. Да, я тебе сейчас... Там будут вопросы, там, что у тебя там с на зимой? Или еще что-то такое? Да, конечно. Правда ли, что ты чуть не подрался со Слеймом на свадьбе у Нелета? Ну, правда. Ну, было и что? Ну, было, было и прошло. Вот, я просто... А, о чем фильм? Ну, это просто. Я закину тебе всю инфу, просто я тебе, чтобы ты был готов. Окей, а люди готовы-то? Все готовы, все будет прекрасно. Могу придумать и заранее что-то понять. У меня вечно приходит идея, блядь, в бошку, ты знаешь меня. Та же самая херня. То есть ты в процессе такой, делаешь, 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 делаешь. О, так вот же оно. Да, и если откладываю на долго-долго, блядь, то нихуя у меня не получается. Если долго-долго-долго... Думать о своих... То точно нихуя... Как вот, ладно. Вы переехали в новый дом. Да, все офигенно. Маша с Димой сейчас живут отдельно. Я живу отдельно в новом доме. И у меня замечательный чердак. Чердак? Пердак? Че? А, че? У меня замечательный... Замечательный пердак, мы все знаем. Так я же выложил вчера столик. Вот это у меня чердак. В столик выложил. А, понял. Живу охуенно. Замечательно, как холостой, талантливый, молодой, в достатке мужчина в рассвете стил. У меня внизу, на втором этаже, короче, там... Ну, короче, все охуительно. Кайф! Просто супер. Обязательно как-нибудь будет возможность. Если, кстати, будешь в Москве, можешь у меня перекантоваться, оставаться, типа, с ребятами. Супер. А я приеду в Москву 5-го или 4-го числа. Охуенно, я в Москве, я здесь, все здорово. Залетайте ко мне лучше. Скайп. Нет. На, и место до хуища просто. Тут квадрат, наверное, 150, блядь. Я один с Москвы. А сколько километров от Москвы? Ну, это от Макадо 2. А, ну, нормально. Типа, как Красногорск был у нас, только слева прям, понял? На тапке. Там сел в тачку, и там через 2 километра ты... Круто. Расскажи, что у тебя нового еще. Да не знаю, Серега, я сейчас расскажу, но мне интересно про тебя услышать, потому что... Да суматоха, блядь, бардак, потому что, я не знаю, в целом, мое душевное состояние отражает полностью моя комната. Сейчас в ней, блядь... И твоя прическа, судя по всему. Сейчас в ней как-то охуенно... И моя прическа, да. В ней охуенно, уютно и спокойно. В принципе, можно сделать выводы, что и в душе, и в башке примерно существует порядок. У нас Маргулис выйдет. Что вам выйдет? С Маргулисом. Это очень круто. Вообще, мы вахуи были, когда нас позвали, и сейчас уже вот мы... Мне вчера, когда пришло рекламу, я... Мы с Маргулисом играли в шоу. Да. И вот выйдет он в субботу, суббота на воскресенье. Маргулис выйдет, альбомчик потихоньку готовим, пишу синглы. Мы 4 клипа сняли, один уже выпустили. 2. Просто 4 клипа, на. Так вот, как это происходит? Мы сидим с Лёхой и думаем, надо как-то работать, надо жить. Побухали и разошлись по домам. Нихуя. Мы сидим с Лёхой и такие, надо снять клип. Отлично, звони видеографу. Только тогда все получается. Хороший вариант. В целом, все здорово. У меня просто, блин, знаешь, когда с клипами тема, все идеи, которые мне приходят в голову, типа, о, вот сюда, вот так, вот так, вот так и вот так. На кроссовке у меня есть охеренная идея, на мой взгляд. По клипу. Мне очень нравится эта песня, бро. Понравилась? Кайф. Вот, есть идея по клипу, и я такой закидываю чувакам, типа, ну, миллион где-то стоит. Вот такая хуйня. Я, примерно, так и предполагал, потому что там, да, фантазия. В целом, все здорово. Ты расскажи, чем ты там занимаешься. Вы в Крассе уже долго время провели, в Москве пожили. И что делаете? Я дописал, дописал альбом, наконец-то, допридумывал его. И знаешь, что самое? Я не верю. Я тебя скину послушать. Вот. И самое, что прикольное, что я вот, как только вот последний трек «Волны», да, там, дописал, последний куплет. Охуенно треки. Просто, как камень такой, просто с души. И я сразу сел писать такие лайтовые, какие-то веселые песни, потом их выпущу. Вот. А там что-то такое, что-то концептуальное, серьезное, серьезное. Сейчас такое, о, вот тут вот про то, о, вот тут про это. Изи такой, знаешь, как будто рамки какие-то ушли. Вот. И лето было охеренное. Типа, я, мне кажется, за всю жизнь на море не был. Как в этом году, именно, знаешь, не по работе, да, там. А вот с ним просто, а поехали на море, а поехали. А поехали на море с палатками, а поехали. А поехали в Сочи в горы, а поехали. Поехали в Абхазию, а поехали. Вот. И очень не хочется отпускать лето. Я вот буквально когда позавчера вернулся из Сочи, из Абхазии. Вот. Нереально красиво. Все еще тепло, жарко, можно загорать, купаться и все такое. И это вот то самое лето, которое не хочется почему-то отпускать. Хочется, чтобы оно не заканчивалось. И когда я эти видосы делал с похода вашего, я думал, блядь. Я прям уверен, тебе бы так понравилось. Ты бы еще гитару с собой затащил. Мы-то там загрузили, скрилуй сто пудов, тебе было бы пофиг, чтобы гитару бы закинул. Вперед! И вот это «Но мой плод, сшитый из песен и слух». Охуенно вообще. Я прям в восторге. Вот за такие движухи я всегда радовался и восхищался. Так ты прилетай, еще есть вариант менять. Так вот, да. Я не знаю, что произошло, Серега, это пиздец. Я календарь никогда не перевернул. Третьего перевернул. Со второго на третье. Я внатоле никогда не вел календарь. Я сейчас захожу в календарь, у меня там точки, блядь, сплошные. Я думаю, что за херня, мне подрочить некогда, я клянусь богом. Мне некогда просто письон передернуть. Я просто типа «А туда? А здесь? А че?» И типа у меня никогда такого не было вообще в жизни. Я вечно проебщик, сижу дома, кайфую, отдыхаю, типа там песенки, погуляю. Сейчас какая-то херня происходит. Ну, это же кайф, когда ты такой в лобойме прям. Может быть, я на такой интонации сказал, что типа это плохо, но в целом да, это круто. Это круто, я очень люблю, когда такой график плотный. И ты знаешь, что типа завтра то, послезавтра это. А после-послезавтра вообще пять дел. Ну вот, это супер круто. Если когда большие, ну какие-то туры, поездки, что-то снимаете там. Все как в тумане. Такое ощущение, что всего этого не было, когда проходит большая такая плодотворная хуязь. В общем, фильм, значит, да? Ну, круто, круто. Все, жду тогда. Жду фильм. История мне сбрело в голову. Вон там на доске все видно, понятно написано. Классно. Там весь план, и я буду очень благодарен. Ну окей, все, жду от тех заданий. Продолжу общаться с ребятами в эфире. Обнял, приподнял. Все, Зак. Люблю, целую, скучаем. Приезжаем. Надеюсь, встреча. Леха. Серега. Все, пока-пока. Это был Сергей Драгни. Кого еще мы сегодня пригласим в эфир? Крупнее план можно? Да нет, будет. Да так. Кого? Я вспомнил трек про тик-ток Магаданин. Ах, у меня есть два, чисто по угару записал, два припева. Чисто тик-ток, ну блин, посмотрим, может, и делаю по фану выводить. Как от вашего диалога теплом будет? Слишком близко. Максик, где Максик? Максика тут нет. Не планируете фит с Драгни? Пока нет, кстати. Ну, что-то как-то не доходили до этого. Руки, ноги, голова. Фэнов, да, можем поприглашать фэнов. Повелся еще один важный вопрос. За чего ты чуть не подрался со Слэймем? Не лето, конечно. Не поделили, не лето. А он тем временем женился, пока мы дрались. Всем привет, Юху, я успел на прямой эфир. Всем привет, уже час почти мы в эфире, ты только подтянулась, ну ужас. С Луки, чем-то будет фит? Кто-то был Лукич. Ред Арми Стрит. Не планируете перебраться в Москву? Мы весь прошлый год жили в Москве, сейчас вот из-за пандемии вернулись сюда, и, в принципе, здесь кайп. Как и премьер. Кроссовки топ, долго думали текст саунда? Текст саунда за что? Лоскин салют. Ром Винокур, я тебя вижу, братан. Клип это серьезная херня, и это не в прямом эфире решается. Как тогда вы в Москве с Соней снимали за один день? Чувак, ну не вариант мне снимать сейчас уже клипы за один день вот на камеру, то есть, ну типа планку понижать не хочется, шаришь. Стритовые видео, мы их снимали, мы их делали, бюджетные и так далее, но мне кажется, если сейчас выпущу какой-нибудь бюджетный клип, да, люди просто посмотрели, иди там, бля, чувак, ты серьезно. Загорел в горах, да, подзагорел. Привет из Ростова, Ростов, Салют. Школа 1347. Хотелось бы ваш концерт в Ташкенте, мне тоже хотелось бы, но пока. Слушаешь творчество Эминемо? Уважаю, но не могу сказать, что прям слушаю, есть какие-то треки, которые мне нравятся. Что по Трампу? Что по Трампу? Песня офигенная, продолжаю в том духе. Спасибо, так и будем. Будет трек под названием Драка, Фит Слейм. Драка за не лето. Трек с Тимоти будет? Не было никаких планов. Краснодар, когда концерт. В Краснодаре все еще нельзя проводить концерты, поэтому мы весь тур перенесли на февраль-март. Много заготовок лежит в шкафу. 4-5 треков еще лежит, помимо 14 на альбом. Новых на альбоме 12 будет. Потому что как угодно и постепенно я планирую включить этот релиз. Как угодно, 100%. Про постепенно еще думаю. В Минск давай, говорит, разнообразь мою жизнь. А то у вас в Минске разнообразия не хватает, да? Одно и то же за окном каждый день. Последние Минемо заходят, не, последние Минемо не заходят. Как тебе весь хайп и шумиха вокруг фигуры Мангерштерн, Моргенштерна? Слушайте, с одной стороны, типа, что, чувак делает музло, делает бабло. Но это его право. Ну, типа, кайф, что он веселится, угорает. Но воспринимать это как серьезное музло какое-то невозможно, мне кажется, что он сам не воспринимает. Но это музло, которое приносит серьезное бабло. Сейчас такая тема, типа, ты любит и... Да, прикольно, получается, ты делаешь несерьезное музло, которое приносит серьезное бабло. Цирк, епать. Приезжаю в гости, шиш-фундос под треской. Альбом какого настроения и музыки? Да все услышите. Новый трек бомба просто. Да, берите новый трек, раскидывайте всем друзьям. Ссылку это вам благодарен, чтобы будет вам просто плюс 100 кормят. Вот, потому что этим самым вы продвигаете к хорошему музлоу. Если вы считаете его хорошим, конечно. Где в красе в понедельник можно затусить? Где в Краснодаре все за 12 работает. Куда Джей Зи пропал, спрашивает у меня. Не знаю, сейчас позвоню. Да, наберу сейчас. Алло, Джей. У меня тут... Артем Чумаков спрашивает, куда ты пропал? Че? Че, Бейонсе на дачу повез? Ну ты возвращайся, пацаны ждут. Вози бабу на дачу и пивка попьем. Шашлычки пожарим. Да, давай, теща, привет, пока. Он занят, у него семейные дела. Прими заявку на прямой эфир со мной. А вот возьму и приму. А вот тут темно на улице. И слушай, как дела? Как дела? Я первый спросил. Ой, хорошо, только пойдет, можно так сказать. Почему? Что не так? Что тебе не устраивает в твоей жизни? Кроме того, что ты на улице? А потому что я учусь в медиа. Потому что что? Я учусь в медицинском колледже, как бы. И тебе надоело учиться в медиа? Не надоело, просто немножечко тяжело. Ну блин, ты выбрала не самую легкую профессию, мне кажется. И очень ответственную. Да, ты тоже сама хорошая. Будешь спасать людей. Да. Здорово. Ну так что, Илья, подключил я тебя. И что ты расскажешь? Ой, много чего. Я так много раз пыталась подключиться, но в итоге мне не везло. Но порой как-то попадалось. То есть мы с тобой уже не первый раз видимся, да? Да, я была на всех твоих концертах всегда. То есть я концерт не пропускала. Сама из Краснодара, но учусь в Ейске. Краснодар. Где? Краснодар. Я понял, здорово. А где учишься? В Ейске. А, в Ейске. Недалеко тут рядышком. Тепло еще там в Ейске, да, наверное? Нет, прохладно. Прохладно, но в Москве, знаешь, какая жесть уже. Там все мёрзнут. Ну да, особенно слышала по новостям, что было с погодой недавно. Ну вот, и перешли к разговору о погоде. Кошмар. Рассказывай еще что-нибудь. Ну, я спросила, как дела? Дела хорошо, дела хорошо. Закончил альбом. Ну, у меня, честно, честно скажу, типа закончил, но мне осталось один припев записать. Я все никак не придумаю, как его записать. Как, 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 как его... Я вот уже два дня дырчусь с ним, все никак. Вот, сегодня должен доделать уже и отправить. И когда выходят? В начале октября. Еще один сингл будет, еще одна песня выйдет и потом альбом. Понятненько. А когда в Краснодар с концертом приезжаешь? А нельзя же в Краснодаре концерты. Я сейчас в Краснодаре. Круто. А концерты-то нельзя делать, поэтому такие дела. Ну, вроде бы разрешили. Нет. Нет еще? Плохо. Ну, а что делать? А когда ты ходишь по городу Краснодару, тебе не прибегает же этот... Соберись. Ну, получается, все, кто приходит, фанаты, подходят там с ним, фотографируются, я не знаю. Подходят, фотографируются, да. Ну, мне кажется, я уже со всеми в Краснодаре сфотографировался за эти там несколько лет. И уже все-таки, ой, пил себе, да, у меня есть с ним фотка, зачем? Ну, у меня с тобой есть фотография, ты когда выступал на День города. Вот, видишь? Да, я себе заказала фотографию, так как я говорю, футболку с фотографией нашей. Приходно. Во. Да. Ну что, ты еще что-нибудь расскажешь классное или нет? Да, вообще, такого ничего нет интересного. Понятно. Ладно, тогда мы пойдем еще посмотрим, кого можно подключить к эфиру, вот, с кем еще пообщаться. Спасибо тебе большое. Следите за обновлениями. Конечно, слежу. Конечно. Хорошо. Все, обнял. Пока-пока. Пока. Отключилась? Да. И снова здравствуйте. Сереж, брали билеты на концерт в Питере, который еще в апреле должен был быть. Они резервируются на октябрьский концерт, если не ошибаюсь. Я говорю уже в эфире, что мы осенние концерты снова из-за пандемии и непоняток всех этих переносим на февраль-март. И все билеты действуют. Но при этом всем, если хотите, вы можете приехать на московский концерт, потому что московский концерт состоится. Потому что в Москве вроде как можно это сделать 24-го числа. И билеты будут действовать из любого города, будут действовать на московском концерте. А потом уже февраль-март. Слова песни пустяк. Кто написал? Припев написал рожден. Это и припев из его песни. А, билеты я, естественно, себе сам пишу вроде как. Блин, мой вопрос пролетел со свистом. Ну да, я не заметил. Повтори, пожалуйста, если не сложно. Серега, давай в эфир, Серега, давай в эфир. Давайте в эфир, рассказывайте что-нибудь интересное. Сережа, на что же ты будешь жить до февраля? Не знаю. Серега, привет. Салют, салют. Респект тебе большой за то, что ты наш, краснодарский, кубанский. От души. Достиг очень немалых высот, я тебе хочу сказать. Я, если честно, начал тебя слушать. Ну, такое маленькое предисловие, да? Вот, я тебя начал слушать, у тебя песня была. Я вот чисто случайно услышал, еще очень давно это было. Я мимо проходил, на радио играла песня «Еще один шаг». Ну, ты знаешь, этот, ну... Да, это такой, ну, давнишний трек. И потом, если честно, я как бы, когда была песня на ТНТ, вот эта вот, где-то выступал, вот, я как бы не сильно следил, ну, в силу своей профессии. Я просто в МЧС служу, у меня не всегда получается возможность, скажем так, ну, посмотреть телевизор там или еще что-то. В основном все новости узнаю чисто вот там в интернете, в инстаграме там у тебя или еще что-то. Ну, все равно, вот, кстати, песня, я вот, если честно, вот, скажем так, пусть меня это там обругают или еще что-то скажут, песня «Не отпускай» вот эта вот, на песню на ТНТ, помнишь? Блин, ну, если честно, она меня взорвала, я тебе хочу сказать. Не, ну, много на самом деле. Мне прям творчество твое нравится. Я не знаю, наверное, вряд ли ты помнишь, я что-то мимо по улице проходил, мы еще с тобой, я с тобой сфоткался. Я просто что-то иду, иду, такой смотрю. Я еще в форме МЧС, когда мимо проходил, с работы как раз шел. Я что-то помню, шел, ты мимо, ты по телефону разговаривал. Я такой иду, думаю, блин, где-то я это лицо видел, говорю. Блин, вот, честно, где-то видел. Потом что-то раз вспоминаю. Ну, думаю, погоди, это PLC, говорю, ё-моё. Вот, и, короче, это, ну, подошел, как говорится, по-приличному попросил прощения, говорю, можно отвлечь, там, ну, блин, сфоткаться все-таки наш парень, говорю, кубанский, говорю, все-таки сфоткаться хочется. Вот, там уже известный человек, вот как бы так. Не, ну, респект тебе, реально прям уважаю. Прям на самом деле, хорошее у тебя творчество. Я вот даже вот на общественном транспорте езжу, я всегда в наушниках, как говорится, там, на работу, с работы, ну, вот, у меня в плейлисте твои треки прям нормально секут. Вот, как бы, ну, и сам так нет-нет иногда там рэпчиком балуюсь. Ну, я же тебе говорю, не профессионально, но так вот свое что-то. Да, для себя там нет-нет, там, допустим, в караоке, когда прихожу, тоже рэпчик люблю почитать. Я просто с 14 лет слушаю Гуфа. Вот, ну, тоже есть такие треки, которые прям нравятся. Вот, как бы так вот. Вот, наверное, если ты не... Ну, конечно, я не знаю, когда будет, конечно, концерт в Краснодаре. Я, конечно, по России не так часто езжу. Ну, там, по каким-то там определенным своим причинам. Но если буду на концерте, если ты не будешь против, если я там буду в первых рядах, ты меня увидишь. Я бы с удовольствием с тобой бы трек зачитал какой-нибудь в этом, какую-нибудь вторую партию. Майкни и майкни, да, на помощь. Вот, а еще, если честно, на самом деле, есть, ну, я не знаю, это как бы на твое решение, на самом деле, что у меня... Ну, я же тебе говорю то, что балуюсь таким, ну, рэпчиком, скажем так, там, сочиняю тоже там стихи. Ты заметил, у нас, скажем так, если брать такую современную индустрию рэпа, согласись, у нас очень много песен про Москву, ну, Тимоти Ягуфа, я, конечно, не беру в счет, ты сам, наверное, знаешь эту всю движуху. Вот про Краснодар реально у нас, на самом деле, вот прям такого бомбовского нет ничего. Согласись, то, что вот прям выйдет там, скажем так, Муз-ТВ и так далее. Вот, у меня, скажем так, есть, ну, мысли, на самом деле, некоторые строки я набрасываю. Бывает иногда тоже, когда там что-то в голове там что-то, ну, рифмы какие-то идут там. Ну, то, что вижу, то и пишу, как говорится, в зарифмованном моменте. И я прям так нет-нет набрасываю. Если, конечно, ну, я не знаю, будет тебе интересно, не будет интересно. Вот, если хочешь, в директ тебе кину несколько... Да, в директ тебе посмотрю. Вот, просто я там, не помню, я тебе писал как-то в директ, Ну, это давно, конечно, очень было, я не помню, наверное. Ты напиши сейчас в начале песню про Краснодар, чтобы я понял, о чем речь. Хорошо, у меня, на самом деле, я тебе вот скажу честно, у меня получается какой момент? У меня, по-моему, там три четверостишня на данный момент готовы. Это не то, что, знаешь, я вот так вот сел и прям вот, ну, прям хорошо, ну, стелю, да, как говорится. У меня такой момент идет, то, что я, допустим, поеду, что-то увидел, там какие-то моменты в городе вот у нас происходят, в крае, допустим. Я там раз там что-то такое прикольное замутил, там раз, ну, в заметках на телефоне написал. Вот, и как бы для себя аккумулирую такой момент. Ну, все равно, пусть даже, может, оно, если там и не зайдет никуда, ну, как бы для меня это такое выражение, знаешь, ну, может, чисто для себя вот такие моменты. Да, да, в первую очередь для себя надо делать. Вот, я тебе в директ обязательно, ну, напишу. Да, да. Там трек про Краснодар, да? Да. Еще, Серег, один момент, можно тебя попросить? Да, да. Слушай, я сейчас, конечно, фотка у меня с тобой есть, даже вот ты говорил, то, что там этот, как его там, если у тебя в Краснодаре, да, я тебя, если там миллион раз в Краснодаре увижу, я один хрен миллион раз с тобой попрошу тебя сфоткаться. Все-таки все равно ты, как бы, наш парень, наш кубанский все-таки, земляк все-таки, как-никак. И, на самом деле, респект тебе, потому что достиг, ну, как бы, парень с Краснодара достиг, там, ну, достаточно, я тебе хочу сказать, высоких высот достиг. И прям вот, ну, прям, знаешь, вот, прям, вот, как говорится, в груди, прям за тебя, прям, вот, знаешь, аж вот так вот держу, прям, думаю, блин, это наш кубанский пацан, говорю, и так далее. И еще тебя можно попросить? Да, да. С, это, скрин съел, и можно? Да, да. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Все, есть контакт. Серег, ну, я тебе в директ, это, сейчас кидану, вот этот момент, трек про Краснодар. Да. Вот, ты, как бы, ну, будет у тебя, там, ну, время или еще что-нибудь, ты, там, как бы, прочитаешь, ну, там же есть же вот это, типа, там, прочитано. И я тебе, тебе как лучше, скинуть то, что есть, или уже, допустим, там, четыре четверостиши кинуть, уже готовый куплет? Как считаешь нужным? Хорошо, я тебе тогда лучше, ну, у меня есть все-таки еще мысли, там, в голове крадутся по поводу всех этих, ну, что у нас тут происходит в городе и так далее. Но, если честно, на самом деле хочется не из чисто там какого-то хайпа, но чисто, вот, знаешь, вот, я, как тебе говорится, вот, карнинг до мозга костей кубанец, кубанец, кубаркоснодарец. Вот, мне хочется, чтобы, знаешь, вот, просто, чтобы на всю страну узнали, что вот мы Кубань, Краснодар, потому что не только у нас есть парк Галецкого и футбольный клуб Краснодар, потому что есть там еще у нас там пацаны, которые читают рэпы там на всю страну, чтобы знали, что мы краснодарские. Кайф. Да, кидай, обязательно чек. Хорошо? Попишись тебе, да. Вот, Серег, спасибо тебе большое, давай, я тебе сейчас директ напишу. Давай, всего доброго тебе, новых успехов, я прям за тебя респектую. Кайф, спасибо, братан, увидимся. Все, давай, сейчас напишу. Пока. Круто, кайф, кайф, какой позитивный чувак. Кубань, кубань. Вот, ладно, чё, ребят, мы с вами уже больше часа висим в эфире, чё, подытожим, трек кроссовки на всех цифровых площадках, кто пропустил, обязательно чекните, кто не пропустил, если вам зашло, раскидывайте друзьям, раскидывайте в социальных сетях, благодарочка вам за это и просто плюсики к карме полетят. Второе. Тур переносим на февраль-март из-за пандемии, из-за непоняток, чтобы не встревать на бабки, чтобы в последний момент не отменять концерты. Но московский концерт 24 октября в клубе «Джипсе» остается. Приходите, все билеты действительные. Кто не успел взять, еще берите билеты, там есть. У кого есть билеты из других городов, вы можете приехать в Москву на этот концерт, показать билет в другом городе, ну, на туровый, и попасть на концерт, они будут действительно. Даты, новые даты концертов опубликую чуть позже. Следующий сингл 2 октября, если не ошибаюсь. Да, это будет очень классная песня с елкой. И следом альбом. Всем спасибо, эфир сохраню, оставляйте комментарии. Колокольчик, подписка, что надо в этих соцсетях делать. Лайк. Все, пока.